Посещая в этом месяце Сардаринскую область, глава нашего государства ознакомился с возведенными в регионе жилыми массивами. Были даны указания по дальнейшему их обслуживанию. Сегодня ведется системная разъяснительная работа среди населения по эксплуатации многоэтажных домов, построенных в Мерзоабадском, Акалтынском и Сардабинском районах области. Для выполнения этих задач была создана республиканская рабочая группа, деятельность которой направлена на изучение вопросов эксплуатации возведенных жилых домов, их содержания, обеспечение безопасности и создание новых рабочих мест. Представителям республиканской рабочей группы была дана информация о проделанной работе министерствами и ведомствами. Напомним, в результате прорыва дамбы на Сардабинском водохранилище были повреждены и пришли в непригодное состояние 2211 домов. Помимо этого, еще 2499 нуждались в ремонте. На трех участках, пострадавших от катастрофы, построены 86 пятиэтажных домов на площади в 50 гектаров. В частности, 37 домов построено в Махале-Дуслих Сардабинского района, 40 в Махале-Хахекат Мерзоабадского района и 9 домов в Махале-Набахор. В общей сложности всего 2640 квартир. Члены рабочей группы определились задачей по контролю планомерной реализации таких вопросов, как организация переезда граждан в новые дома, создание системы «Безопасная Махаля». Обеспечение трудоустройства наших соотечественников. После этого они ознакомились с возведенным в короткие сроки современным массивом в Махале-Дуслих. Здесь построено 37 пятиэтажных жилых домов на 1480 квартир. При их строительстве были использованы качественные энергосберегающие материалы. Данный массив подключен коммуникационным сетям. Здесь расположились махалинский гузар, детские площадки. Территория полностью благоустроена. Ответственным лицам были даны поручения по разработке порядка регистрации населения и обеспечению прозрачности и открытости в организации распределения жилья. Также были изучены документы, подготовленные гражданами при распределении домов. Перед переездом населению даны разъяснения по соблюдению соответствующих требований, установленных законодательством. Кроме того, отмечена необходимость своевременной оплаты коммунальных услуг, поддержание чистоты и порядка на территории многоэтажных домов, соблюдение взаимоуважения и спокойствия. Члены рабочей группы также ознакомились с условиями, созданными в многоэтажных домах Махали, Янге, Узбекистон, Мирзабасского района. На площади в 12 гектаров земли помимо домов здесь построены махалинский гузар, магазины, библиотека, детские площадки. Большие удовольствия населению предоставили и новое дошкольное образовательное учреждение, пекарня и парикмахерская. Представители рабочей группы проинформировали журналистов о порядке распределения новых домов. Как было отмечено, дома будут переданы их владельцам сразу же после того, как строительные компании сдадут свою работу. Квартиры на первом этаже будут предоставлены людям с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время готовы более полутора тысяч кадастровых документов. Как выяснено, почти в тысячах из них имеются недостатки. Скоро и они будут полностью сформированы и привезены в порядок. На сегодняшний день к нам обратились 2712 граждан, и сейчас активно продолжаются работы по оформлению кадастровых документов и подготовка к расселению жильцов. Как только строительная компания завершит и сдаст свою работу, граждане тоже смогут заселяться в новые квартиры. Приняты все необходимые меры по обеспечению прозрачности в данном процессе. Квартиры, находящиеся на вторых этажах и выше, будут распределяться согласно жребию. Все они имеют одинаковое проектирование и условия. В целях обеспечения постоянной занятости населения в Махале будут реализованы проекты по развитию семейного бизнеса, животноводства, рыбоводства, птицеводства, интенсивного садоводства и организации теплиц. Условия дальнейшего труда местных жителей также будут постоянно находиться под контролем. В трёх районах были проведены работы по реализации намеченных проектов. В частности, в 2020-2021 годах запланирован запуск 323 новых проектов, которыми предусмотрено создание 10 307 рабочих мест. В этом году уже реализовано 289, что позволит трудоустроить более 8 тысяч наших соотечественников. Должное внимание уделяется и вопросам обеспечения безопасности. В целях предотвращения правонарушений в Махалях будут проводиться месячники борьбы с преступностью и повышение качества обслуживания. А также налажена целенаправленная работа с людьми склонными к совершению правонарушений. В этой связи планируется начать деятельность общественной патрульной группы «Фидокор-Яшлар» и внедрить системы «Образцовый дом» и «Образцовая улица». В новом Махале работа будет налажена по новым принципам – безопасная семья, безопасная улица и безопасный дом. Будут вести непрерывную службу инспекторы профилактики и их помощники, а также сотрудники патрульно-постовой службы в целях обеспечения безопасности граждан при отвращении правонарушений среди населения. Имеется только один вход в Махалю. Здесь же расположился пункт общественного контроля. Также установлена система видеонаблюдения. Члены рабочей группы проводят встречи среди населения, на которых говорится о необходимости належащего содержания жилья, бережному к нему отношению. Кроме того, в ходе разъяснительных работ даются рекомендации по благоустройству территории вокруг многоэтажных домов, озеленению, посадке декоративных деревьев и зелёных насаждений. Многоэтажные дома для семей, пострадавших от наводнения, построены и в Махале, Нурлики-Лачак, Мирзабасского района. Рядом с этим жилым комплексом предпринимателям предоставили землю и возможность организовать современные теплицы. В результате трудоустроено более 600 человек, проживающих в районе. Азамат Хаитов совсем скоро переедет в дом своей мечты. Приятной новостью для семьи Хаитовых стало и то, что у них будет своя теплица. А это позволит обеспечить постоянный семейный доход. Нас 9 человек в семье. Ни у кого не было постоянной занятости, только сезонная работа. Теперь у нас есть всё. Мы никак не нарадуемся, потому что нашли больше, чем потеряли. Выращиваем на своей теплице клубнику. Мы посчитали, здесь с 25 соток земли можно получить 9 тонн урожая. Соответственно, ожидаем хорошую прибыль. Нам дали всё. Главное теперь трудиться, и всё будет хорошо. Ещё одно удобство заключается в том, что владельцам этих теплиц не придётся искать покупателей. Задачи по реализации выращенной продукции возложены на представителей районного кластера. Для этого будут заключены соответствующие договоры.